Порадовали маленьких зрителей. Премьерный показ сказки «Бременские музыканты» прошел накануне во Дворце детского творчества. Первыми зрителями стали дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. Подробнее о празднике в сюжете Дианы Калединовой. Наша юночка! Гори! Перед началом сказки традиционная интермедиа с участием главных зимних волшебников – Деда Мороза и Снегурочки. Юные зрители, а их собралось почти 400 человек, смогли поучаствовать в веселых танцевальных конкурсах и хороводах. Затем на сцене появились герои спектакля – бременские музыканты. Трубатура, осел, собака, кот и петух зазывали детей в зрительный зал. В это время на сцене царь-батюшка слушал капризы своей дочери. По сценарию король решил устроить кастинг «Женихов для принцессы». В нем участвовали многие зарубежные певцы. Но растопить сердце девушки смог только музыкант из Бремена. В этой сказке задействованы больше сотни молодых артистов. К примеру, роль принцессы исполняет Дарья Сазонова – ученица 10 класса 41 школы Белгорода. Она уже три года играет в новогодних представлениях и отмечает, что каждый ее герой учит детей добру. Моя героиня дарит праздник детям и старается показать, что все решает не только какие-то меры, а любовь, искреннее чувство. Над созданием сказки работала большая команда Дворца детского творчества. В спектакле много танцев, световых эффектов и музыки. В основу, конечно, легла сказка «Братьев Гримм» о бременских музыкантов. Правда, если помните, у «Братьев Гримм» они как бы в кавычках музыканты. У нас наоборот, они все профессиональные музыканты. Я хочу этой сказкой сказать, чтобы не было фальши в музыке, чтобы не пели под фанеру, чтобы эта песня доходила до сердца зрителей. Первое новогоднее представление в этот раз провели совместно с Комплексным центром социального обслуживания населения и Белгородской общественной организацией «Тепло души». В спектакль увидели дети, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. Мне представление понравилось, особенно петух. Мне понравилось, как котик на гитаре играет там. Сказка учит добру, справедливость, дружбе в первую очередь. Для детей это будет познавательно и интересно. Мне очень понравились петлинцы, как и на ней быть похожи. Этот примерный спектакль мы как раз дарим нашим белгородским ребятишкам для того, чтобы они почувствовали атмосферу праздника, окунулись в начинающуюся сказку и поверили в чудо, что чудеса на свете всегда сбываются. На новогодние праздники во Дворце детского творчества пройдет 28 театрализованных представлений по мотивам сказки «Братьев Гримм» – «Бременские музыканты». Планируется, что постановки увидят больше 8 тысяч юных белгородских зрителей. Диана Калединова, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.